Итак, мы рады вас приветствовать на нашем мастер-классе «Формирование и развитие. Дидактика коммуникативных компетенций педагогов». Мы хотим вас немножко угостить со сладкого. Вчера мы с вами много говорили, ну точнее не мы с вами, мы много слушали про то, как важно, чтобы учащиеся обладали коммуникативными компетенциями, особенно тогда, когда они собираются выбирать будущую профессию. Но для того, чтобы педагог мог эти данные компетенции развивать, он должен обладать компетенциями этим сам. На протяжении трех, наверное, даже четырех последних лет мы с Ольгой Анатольевной плодотворно сотрудничаем. И несмотря на то, что обе являемся учителями информатики, но учителями информатики ни одной школы, даже ни района и ни одной области, но тем не менее… Мы успешно работаем, продуктивно работаем вдвоем. И вот данные компетенции мы друг у друга развиваем постоянно, надеемся, что уже достигли определенного уровня и стараемся развивать их у наших ребят. Да, ну и сегодня мы поделимся некими методами, приемами, которые можно использовать не только в работе с педагогами, конечно же, но и с учащимися. И причем разных предметов. Мы делаем нужные, чтобы уложиться во время, поэтому… Будет немножко так надпредметно, естественно, мы погружаться в информатику не планируем. Да, так что можно отдыхать. Да, литературы по данному вопросу мы с вами поделимся. Ну, что касается данного вопроса. Итак, данные виде компетенции делятся на умения коммуникативной субкомпетенции и умения информационной субкомпетенции. Они представлены у нас на слайде, но в табличке, да. То есть нет нужды озвучивать каждое из этих умений, переписывать тоже, да. Вы будете работать в течение мастер-класса с табличками, на котором данные умения будут перечислены. Единственное, что коммуникативная компетенция, вы уже сами знаете, да, касается коммуникации, информационная, информационная составляющая. Работа наша сегодня будет проходить в группах. Значит, у нас будет три группы. Первая группа трудолюбивой пчелки у нас будет заниматься реализацией данного приема, которого мы вам будем демонстрировать. Вторая группа у нас будет заниматься заполнением таблички. Вы будете анализировать, какие же умения позволяет развить данный прием. И третья группа художники, соответственно, будет иллюстрировать то, что происходит здесь и сейчас. То есть будут некими такими фоторепортерами работать. Хорошо? Итак, как же мы с вами разделимся на группы? Ну, вот вы выбрали конфетки определенного цвета. Значит, зеленые у нас кто будет? Вот вы сюда подойдете. Хорошо, зеленые у нас заполняют табличку. Таблички лежат у всех, но пока вот на них можете не вращать внимания, наверное. Так, подождите. Вторая группа работает срога с табличкой, которую мы раздали. Они сводят на прием, он будет продемонстрирован на слайде, и заполняете табличку. Понятно? Часто. Третья группа, которые художники, у вас есть карандаши, есть листочек. Вы на этом листочке отображаете фоторепортаж того, что происходит. Возможно, приема или того, как с этим приемом работают. Может быть, у вас есть свое отношение к этому приему, вы должны его изобразить. Можно использовать текст, конечно же, ну и должен быть какой-то рисунок для оживления, потому что вы не поверите, в процессе нашей работы мы создаем некую страницу на сайте Эткэм о нашем мастер-классе. Тут у нас будут освещены некоторые моменты. Это понятно? В процессе, если что, мы будем помогать, подсказывать. Итак, первый прием. Таблички вам раздали, таблицы имеют шикарное название, нас с ними познакомила Инесса Зубрилина, Баркэмп. Очень хорошо работают, можете использовать. Копия еще есть? Вот эти таблички тоже вам раздали, они такое название имеют. Итак, первый прием – пазл. Так, группа пчелки, которая работает с данным приемом. Инструкция на экране. Вам необходимо соединить слова одного цвета в предложение. Слова мы сейчас раздадим. Необходимо заполнить пропуски по смыслу. То есть смысл будет связан, естественно, с нашим мероприятием, но только тот, который проходил в прошлом году. Эткэм 2017. Нужно будет сравнить свои варианты с вариантами соседей в группе и расставить номера в логической последовательности. Это, чтобы удобно было работать. Так, даем пять минут. Для первых… Ну вот, смотрите, начинаем. Да, совместно с Киев организовал первую в Беларуси, третью педагогов с целью формирования и чего? Шторка. Шторка. Хорошо. Так ваша группа, вы могли поделиться, кто с этим работает? Что же вы сидите? Да. Ай-яй-яй. Нет, все выразили. Так, стоп, стиль. Понимаете, да, что если цвет, допустим, красный-красный… Да, работа группы предполагает, конечно же, взаимодействие. Уважаемые коллеги, группа готова. Кто выступает? Пчелки готовы. Наши логисты готовы. Готовы, да? Художники. Еще вам нужно время? Готовы. Художники готовы, они давно готовы. Итак, сейчас будет возможность у каждой группы представить результаты своей работы. Группа, которая логистами, я их назвала, да, они у нас отмечали умения, которые развиваются. Вы в своих табличках тоже имеете возможность напротив заполнять. То есть в каждой группе, в принципе, есть эти таблички, для себя можно также сделать пометки. Будьте любезны. Пчелки. Трудолюбивые. Спасибо, пожалуйста. Такое формальное заводение педагогу возникло в 2010 году в Амирске. Это несовершенный форум, где педагог прошел в Минску 12-й кастричнику 2000-й кастричнику. А повторите эти слова, какие вы вставили? Куды. Восемь в это место? Куды. Печеные места. Нет, это товарищеский. ТВ-ш. 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 Так, 13-й конструкция, редко не позначили. Никакая. Никакая. Угу. Угу. Так, 30-й что? Презентовать в день веке в 2017-м. Моим не напоминали. Такой, там, наверное, такой, значит, сюда. Презентовать. Презентовать в 80-м и 17-м. В 2017-м дважды. А у вас не так. Хорошо. Спасибо. Пока художники доделают. Так, и я очень радую. Это Минский хаб с Товаристом совместно. Минский хаб совместно с Товаристом Голлорусской школой собрал. Так, хорошо, молодцы. Группа поработала отлично. Логисты, какие же здесь умения вы выделили? Умение участвовать в обсуждении. Умение слушать и слышать. Умение объяснять. Умение сотрудничать. Ну, наверное, получился текст. То есть умение создавать устный текст. Умение убеждать. Ну, может, этот план прочитанного. Ну, план, вы думаете, что они перепутаны. А раз вы же пустили, то это надо. Так, то есть если бы было перепутано? Да. Совершенно верно. Отлично. Молодцы. Очень хорошо вы поработали. Молодцы. Девочки, кто-нибудь еще смотрел табличку? Может, что-то хотите дополнить? И мальчики. Ну, если бы они не присутствовали на ЭТКМ в 2017 году и не знали, они могли бы в интернет поговорить. Мы не присутствовали. А мы не присутствовали. А вы бы не помолили? Нет, мы не прочитали. Раньше. Раньше. Тебе четыре слова, которые вы не купраться и знали. Это переключавые слова. Табаша. Четырнадцатая костричника. Не конференция. 80 педагог. 2017. Судована. 18. И вы? 17. 17. Все верно. Все верно. Так. Это мы размещаем на нашей стороночке. Так. И чтобы вы не думали о том, что вам придется каждый раз выполнять одну и ту же функцию, вы же разумеете, что группа у нас? Да. Конечно. По часовой стрелочке. Вы в чел? Эх, тут минуты и не будет. Разминки. Так, это я размещаю тут. И будьте уважливы, наступный прием. Ну, кто я его называю? Ну да. Мы назовем его ромашка блума. Наверняка каждый из вас, ну, не каждый. Да, особенно историки, действительно, либо используют этот прием, либо хотя бы слышали об этом приеме. Прием работы с текстами, когда мы ставим разные виды вопросов. Ну, к сожалению, видите, светловато, ромашечка что-то слила с фоном, получилась светленькая она такая. Да. Значит, каждому, в той группе особенно пчелок, которая работает непосредственно с текстом, может, мы остальным тоже раздадим, да? Здесь будет также текст, связанный с АТКМ-2017, и вам будет предложено составить шесть вопросов. Может быть, вы как-то начнете их и по-другому, но у вас здесь будет шаблончик, с какого слова, да, подсказочка, с какого слова мы можем начинать вопрос. Какая-то информация есть и на слайде, можно ей также использовать. Итак, пожалуйста, и по одному, может, дадим туда, да? Вот вам тоже что-то. На этих листочках прямо можно писать. Так, как успехи. Последний вопрос остался, да? Оценочный вопрос, смотрите, там есть вот наводящие вопросы на слайде. Правильно ли? Докажи там. Так, ну что? Группа пчелок свою работу почти завершила. Логисты, вы готовы? Они, наверное, давно готовы, уже обсуждают. Отлично. Художники? Ну, они могут в процессе что-то дорисовать, правда? Итак, результат работы группы пчелок. Итак, значит, простой вопрос. Когда прошла первая неконференция учителей в формате ЭДКЭМ? Замечательно. Замечняющий вопрос. Правильно ли я понял, что формат ЭДКЭМ позволяет самостоятельно выбирать программу? Замечательно. Интерпретационный вопрос. Так. Почему? Вопрос формирования компетенции актуален в 21 веке. Отлично. Творческий вопрос. Что бы изменилось бы, если бы Министерство образования приняло участие в ЭДКЭМ? Практический вопрос. Что бы вы сделали на месте организаторов ЭДКЭМ или ведущего мастер-классов? Отлично. И оценивочный вопрос. Докажи, что ЭДКЭМ – это эффективная форма повышения квалификации учителей. Замечательно. Группа поработала очень плодотворно. Здорово. Можно мы ваш листочек разместим тоже? Да. Очень хороший. Очень хороший, да. И я думаю, что в ЭДКЭМ-2017 оно будет как раз уместно. Даже половины ипотеи можно? Можно. Группа логисты. Какие компетенции? Ой, то есть умения. Извините. Какие умения позволяет формировать и развивать использование данного приема? Так, группы. Кто меня слышит, поднимите руку. Кто слышит меня? Отлично. Художники увлеклись творческим процессом. Пожалуйста, во взор. Значит, мы решили так. Работа с текстом – это вообще, скажем, работа. Это можно с ним работать и несколько раз прокручивать. Поэтому мы выделили такие умения, как умение, естественно, участвовать и обсуждать, умение оставить вопросы, умение слушать и слышать, умение участвовать и организовать дискуссию, умение объяснять, умение сотрудничать, умение убеждать, умение владеть аудиторией, умение составлять, ну, может быть, ну, здесь, конечно, могут быть разные мнения по поводу планов прочитанных, но все-таки, когда мы вопросы составляем, да, мы структурируем, да, информацию, работа с текстом, умение выделять главное, да, из текста, и умение отбирать и преподносить актуальную информацию. Здорово. Ну, как бы вот так, если что-то не вы согласны, то мы готовы посмотреть. Мы согласны. Согласны? Так, остальные просто кто смотрел еще, если кто-то успел посмотреть. Спасибо большое за вашу плодотворную работу. Итак, художники. Так, у нас тримался таки малюнок, но мы решили тут помылку, бачи, что я не знаю, но много текстов, дальше уже, и отъезд, отъезд. Так, у нас с ними радуется человек, можете лечить, чтобы это наставник, а Бог это лучший, до якого приехал наставник после нашей неконференции. Так, значит, мы тут оставили некие такие места, что была трошки недоказанность, как бы разум учился. Это в 18-м году, это повесите. В 17-м году. США, Беларусь, это когда пришлось в 18-м году, дальше в 20-м году в 17-м году было. Мы самостоинно вызначаем, какие темы мы подчуем. Надо было, наверное, приглашать на видео, не будет видно, что показывают. В 18-м году и эдухация, в 18-м году, она вот на перероску, это не по месту, потому что эдухация, она идет далее, далее, далее. Ну и актив у нас перероску, это испытание, потому что житцов, все некие новые пытания нам показывают, так само и эдухация. Вельми, ну, добро, а жаль, что... Жаль, да. Надо, наверное, выходить нам сюда, по крайней мере, да, было бы наглядно. Итак, мы переходим к следующему приему. Ну, про медиаобразование много говорить тоже, наверное, не надо, правильно? Каждый из нас какую-то часть жизни проводит в интернете, и наверняка каждый из нас попадался на то, что мы сталкиваемся с какой-то недостоверной, заведомо недостоверной размещенной информацией, то есть с фейками. Ну, чтобы, вот видите, логотипчик, остерегайтесь в подделах, чтобы не попадаться на вот эти всякие подделки, неплохо бы уметь их самим создавать. Поэтому следующее задание у нас будет, да, наоборот, как математики любят решать задачи противного, мы с вами создадим фейковую новость, придумаем, да? Да, а для этого нам помогут фотографии прошлогоднего Айткэмп. Значит, в каждой группе, это работаем все, в каждой группе по две, да, достается две фотографии и кратенькую новость, либо яркий заголовок, либо одно-два предложения. Можно подписать с обратной стороны, можно у себя где-то пометить, да, чтобы можно было озвучить. Фрагмент, вы можете какой-то кусочек просто вот загнуть, прям взять и... Все, что? Разные, разные, во всех разные. Все готовы? Группа готовы. Так, ну, большая просьба выйти, хорошо? Показать, чтобы всем было видно и... Фотография, второй или вы... Значит, у нас фотография... Так, где ты? Так, какая? Сейчас, подождите, я ее открою больше. Значит, большинство голосов выдают на пост министра образования. Вау! На пост министра образования. Так, второе фото. Значит, видеофильм по итогам проведения Аткэм-2017 получил Оскара. Режиссер и сценарист фильма получили премию 5 миллионов долларов, а каждый участник получил помещение в своем регионе для организации проведения ежегодных Аткэмпов. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, все, на фейк. Да. Жалко, что... Покажите. Министерство эдукации... Так, это которое? Покажите нам, Элла. АПЛОДИСМЕНТЫ Опыта Аткэмпа у всех регионов Беларуси. Браво! Браво! Так, второе... Идея хорошая. Я думаю, что из фейка она, возможно, и в реальности. Так, что там у нас осталось? У нас у нас два фото будет. А, вы объединили... Да. Менск, НКМ-2017. Видео-веншилание от Аканцева ФРГ Анфели Меркель. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно. Ну да, да, да. Да, там было по условию, да, можно было... А не видно в подписи, зря отрезали листочки, да, браво. Вы великолепно справились с этим заданием. И скажите, пожалуйста, чем оно будет отличаться от предыдущих двух? Какую компетенцию развивает? Или субкомпетенцию? Подумайте, пожалуйста, да, всем. Коммуникативную или вторую? Или информационную? Больше все-таки информационную. Но в процессе работали вы в группах, и при этом все-таки коммуникативная таксия. Развивалась, да. Так. Хорошо, спасибо. Ну и несколько слов буквально от информатиков. Вот буквально несколько слов. Чтобы не попадаться на удочку фейков, когда вы ищете информацию в интернете, неплохо бы пользоваться языком запросов. Такой язык, в принципе, на уроках информатики мы обучаем наших воспитанников, наших учащихся. И мы с этой информацией также хотели с вами поделиться. Вот кратенько. Если совсем кратко, то когда вы пишете в адресной строке, есть возможность указывать, на каких конкретно сайтах вы ищете информацию. Какую конкретно фраза является определяющей в вашем запросе, какие слова вы хотите исключить, чтобы их не было. Можно указать какой-то диапазон по годам. И либо можно указать, чтобы искались не только это слово, но и какие-то синонимы. Вот такие вот карточки с расшифровкой полной в конце нашего мастер-класса вы сможете себе взять. Итак, переходим к следующему нашему приему. Снова у нас смена в составе групп. Название, название, да. А так хочется состава. У нас, к сожалению, да, тут ходить особенно негде. Так. Прием называется паутинка. И для реализации этого приема мы приглашаем группу пчелок. Вам придется девочки и мальчики. Вот сюда. Задача ваша встать в круг. Какие-то... Приема паутинки известны вам всем. Да, вам не приятно. Мне хотелось бы сделать паутинку. При этом вы отвечаете на вопрос. Ну, вопрос мы долго не думаем, да, над ним. Естественно, да. РПМ-2019. Быть или не быть? Прием работы паутинки. Первый, кому я даю, он говорит аргумент за. И передает ниточку следующему. Второй человек, получивший, говорит аргумент против. За, против, за, против. Ответ на этот вопрос. Чтобы закончить на позитиве. На позитиве, да. Вы будете в окна, мы будем вас обвинять. Ну, чак, передаем, ну, с любого человека. Так, аргумент за вы начинаете. Да. Эткемпу 2019 быть, потому что... Вы можете бросать его на позе, там же паутинка получилась, не передавать соседнему. Ну, тогда надо, наверное... Кружочком, наверное, было бы лучше, может быть. Но только... Эткемпу не быть, бо спонсоров арештуют за то, что они допомагают на этой инициативе. Эткемпу быть, так, что они допомагают, консердовая силу всех наставников для досягнений эффективных мэйков. Шикарно. Так, а вам и против. Почему? Эткемп 2019 не потребен. Хорошее слово, кто-нибудь спонсор не скажет, в это же видео снимает. Не так сказали. Против того, что... Массово, скажите. В одном месте... В одном скоплении ваше... Нет, нет, нет. Пожарная... Эткемпу не быть, потому что инициативу задушить не нужно. Доброе. Эткемпу не быть, а чему ему не пад? Чем не падает? Чему не быть? Не маргу? Не маргу. Не маргу. Не маргу. Я бы так само затруднилася. Да. Тут за очи легко. На этой позитивной ноте. На этой позитивной ноте я... Ну, соправды, такий провокаційный вопрос, провокаційное питание, так? Быть-це не быть. Якова може быть питание, калі гэта цікава нам, гэта цікава нашим детям, до яких мы едем у школы, так? Бо все, что я учора записала, я себе писала в яким классе, с якими словами я прыду и что я им скажу кожному, з малых до великих. Бух, это действительно такая супругленность, я не знаю, соправды. Вот приехали, в том году я, ну, знала кого-то. В этом году я приехала, я уже знаю больше. Вы представляете, что вот мы приедем в следующем году, мы друг друга уже вообще все знаем. И у каждого что-то задушует, кто-то что-то привез, кто-то чем-то делится. Давайте все вместе. Эткемпу 2019. Быть! И спасибо консорам огромное. Ну как, все. Вот такой спорт. Прилетание всем об этом. Быть! Дубль-два еще раз. Это спонсором, да? За два дня. Ну, кто-то, что два дня, это, конечно, вообще шикольно. Спасибо большое. Так, ну, бросайте. Паусины получили, успели, верили добрую. Успели ли группы заработать свои знания? Добро. Так, итак, у нас кто там? Логисты. Что вы там выделили? Какие умения развиваются при использовании этого юмора? Такое зрелищное, так скажем, коммуникативное действие, поэтому особо и не работаю с текстом ничего. Вы выделили умение объяснять свою точку зрения. Совершенно верно. Умение рецентировать и оппонировать в каком-то смысле. Да, отлично. Замечательно. Умение убеждать, вытянут. Умение владеть аудиторией. Умение, да? Больше ничего трогать. Так и достаточно. Да, сотрудничество здесь есть. И при этом, смотрите, необходимо еще слышать друг друга, чтобы не повториться. Один аргумент сказал, второй уже точно такой же аргумент. Отлично, молодцы. Спасибо. Ну и художники. Художники наши. Что у нас получилось? Они, наверное, увлеклись процессом. Нет, давайте лучше не с места. Все-таки... Жалко. Это, конечно... Девочки, мало опыта у нас работы на камеру. Нет, опыт у нас есть, но просто дело в том, что аудитория так размещена. Каждый раз думаешь, вызывать или не вызывать, потому что маячить приходится... напротив презентации. Вперед у вас на лице буквы. Шаг вперед. Вперед. А, с раму. А там? Вот чуть-чуть в сторону. Да, так. Вот так. Замечательно. Начнем с грустного. Эдкэмпу не быть, потому что денег нет. Ну, маловато, наверное. Маловато. Пожарная безопасность. И семья осталась без мамы, папы, дьона. Почему эткэмпу быть? Первая, потому что использовано много эффективных форм, которые заменяют... Мы тут не успели дорисовать огромную стопку методической литературы, которую мы вынуждены были бы самостоятельно изучить. А так мы пропустили все через себя. Поэтому быть, однозначно. Инициатива. Изобразили здание, потому что, приехав на свои места, мы, конечно же, попытаемся максимально внедрить все знания, которые мы получили здесь. Блеск глаз. Ну, конечно, вернемся с горящими глазами. И очень классно и здорово, что здесь именно столько гениев, столько горящих глаз. Ну, и последнее, потому что текало. С каждым годом количество эткэмпа в цех будет все увеличиваться. Увеличиваться, поэтому так держать и продолжать. Отлично. Молодцы. Спасибо. Так, ну, судя по нашей табличке, Баркэмп, которую вы заполняли, вы уже видите, что все наши приемы, которые мы сегодня привезли к вам, ну, ограничивались временем, 45 минут. Ну, почти уложились. Скажите, пожалуйста, вот работа непосредственно с табличкой. Является ли это вот каким-то методом и развивает ли оно какие-то умения? Вот, то есть там у нас среди умений также есть и работа с таблицами, диаграммами, правильно? Поэтому это тоже, видите, можно рассматривать как метод формирования вот таких дидактика коммуникативных компетенций. Ну, и закончить мы хотели, конечно же, на позитивной ноте. В основном у нас есть коллектив женский, все мамы. Поэтому мамы от всего сердца. Папы, как мне, ну что? С праздником вам! Здоровья вам, позитива и на всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...